Знаете, я прощу прощения, есть два подхода, китайский и персидский. Китайский подход гласит, у тебя должны быть погоны. Если ты влиятельный человек, у тебя должны быть погоны. А персидский подход гласит другое. Если ты влиятельный человек, то ты можешь на себя надеть погоны, можешь не надеть погоны, но от этого ты не перестанешь быть влиятельным человеком. Вот я сторонник персидского подхода. Ну вот у меня по этому поводу все время ругань со всякого рода редакторами на разного рода радиостанциях и телевизоре, которые все время в ужасе. И пытаются меня цензурировать. А я им все время объясняю. Ребята, вы никак не понимаете. Я лучше вас знаю, что можно, а что нельзя. Ну, это я даже не смеюсь, именно поэтому мы с вами встречаемся. Иногда это приводит к смешным историям, когда я был у ныне покойного Сережи Даренко где-то там и сказал что-то такое, от чего он пришел в ужас, там, рвал на себе волосы, топал ногами, кричал на меня и так далее. Я говорю, Сереж, давай мы вернемся к этому вопросу завтра. Дело было утром, я у него всегда утром выступал где-то часа в четыре он мне позвонил и сказал мне, что мне позвонили из администрации президента и сказали спасибо. Я говорю, Сереж, ну вот я же знаю, что я делаю. Он был системным человеком? Да, конечно. Ну, как и всякий человек, который должен быть в эфире, он не мог не быть системным. Его единственная ошибка состояла в том, что он в какой-то момент решил, что Березовский это часть системы. Это была и ваша. То есть у Березовского был статус, но он не был частью системы. И поэтому, как только система, которую в 91-м году она была в легкой контузии, она очухалась, она, соответственно... Сожрала. Сожрала. Но она там не только в Березов.